Добрый день, уважаемые коллеги! Большое спасибо, что присоединились на вебинар, посвященный обсуждению медийной информационной грамотности и новых технологий. Этот вебинар проводится совместно Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании и программой ЮНЕСКО «Информация для всех». Почему мы выбрали такую тему для этого вебинара? С одной стороны, медийная информационная грамотность является одним из приоритетов направления деятельности нашего института и одним из приоритетов программы «ЮНЕСКО «Информация для всех». Это очень важная, актуальная тема, и мы очень рады, что последние годы, особенно после карантина, после массового перехода в онлайн в результате неприятных действий коронавируса, эта тема стала еще более актуальной и важной. С другой стороны, мы все ощущаем, что скорость и качество изменений, которые сейчас происходят в области цифровых технологий, они, пожалуй, превосходят даже то, что мы видели с распространением компьютеров, с распространением мобильных устройств, телефонов, социальных сетей. Поэтому мы не можем не поговорить о том, как должна меняться медийная информационная грамотность в контексте таких больших технологических правилов и прогресса. А с другой стороны, как медийная информационная грамотность может нам помочь легче адаптироваться и более успешно жить и работать в этих условиях. Каждый день мы читаем в новостях, в заголовках, в постах, в социальных сетях о том, как успешны и какой мощью стали обладать технологии на основе искусственного интеллекта. Они запросто генерируют текст, видео, картинки, они пишут программный код. Эти же технологии помогают распознавать тексты, картинки, видео, которые созданы искусственным интеллектом. Эти технологии помогают оценивать наличие в текстах каких-то предвзятостей или подталкивания к определенной точке зрения, к определенным действиям. Как же это все пересекается с медийно-информационной грамотностью? Как с помощью медийно-информационной грамотности изучать и осваивать эти технологии? Как меняется или может, или должно измениться образование в области медийно-информационной грамотности? Об этом всем, я надеюсь, мы с вами сегодня поговорим. Маленький такой организационный момент. У нас сегодня планируется пять выступлений. Пять интереснейших презентаций. И потом у нас будет время для вопросов, для обсуждений, для каких-то реплик, идей. Те, кто хочет высказаться, могут поднимать руку, нажать соответствующую кнопочку в Zoom. Можно писать комментарии и вопросы в чате. Мы постараемся все ваши вопросы и комментарии собрать, озвучить и ответить на них. А сейчас мы переходим к основной части нашего вебинара. И я хотела бы предоставить слово Дороти Гордон. Она руководит межгосударственной программой ЮНЕСКО «Информация для всех». Также она является членом Совета управляющих нашего института и то ЮНЕСКО. И она возглавляет международную рабочую группу по медийно-информационной грамотности, созданную в рамках ЮНЕСКО. К сожалению, Дороти не смогла лично присутствовать на нашем вебинаре, но она записала свое интересное выступление. Оно будет на английском языке. И мы наложили русский перевод в виде субтитров. Прошу, коллеги, включите, пожалуйста, выступление Дороти Гордон. Дорога, Редактор субтитров А.Семинар Гордон. Good afternoon. Allow me to say what a great honor and pleasure it is to join you for this joint IITE and IFAP seminar on Media and Information Literacy and Emerging Technologies. As the chair of ЮНЕСКО's Information for All program, IFAP, a program dedicated to improving policy around the opportunities and challenges of the information age, it is always special for me when I have the occasion to interact with teachers. You are the frontier of identifying the solutions that will allow us to address the power asymmetries and rapid pace of change that characterize this age of artificial intelligence and surveillance capitalism. No one argues with how important teachers are, but I'm not sure how many recognize the increasing complexity of your work and the expansion of your roles in the context of the escalation in the use of emerging technologies both in and out of the classroom. Data-driven capitalism integrated with the latest behavior modification techniques, in turn supported by the latest developments in cognitive neuroscience poses challenges for all of humanity. It is the raison d'etre of the UNESCO recommendation on the ethics of AI adopted in 2021. This calls for international and national policies and regulatory frameworks to ensure that these emerging technologies benefit humanity as a whole adopting a human-centered approach. As hubs of digital natives, schools enjoy a multifaceted media environment. Many of the same behavior modification techniques that are used to make gaming apps sticky or addictive are used in educational technology. The argument is that young people are used to these tactics and will not engage if they are not used. School management is challenged to put in place data policies that respect student and teachers' rights as smart content, adaptive curriculum, and personalized learning become mainstream. Many countries grapple with understanding exactly what kind of school and student data is being retained by private companies involved in student assessment and tracking systems. In other countries, clear regulations have been put in place. But we must recognize the special situation of teachers of media and information literacy, MIL, as you work to build critical skills in judgment and analysis in your classrooms. Relatively new terms such as algorithmic bias, generative AI, and interactive large language models such as language models such as those used in chat GPT-3 are now part of your daily vocabulary, even as you check how much of your students' work is original and how much is AI-generated or facilitated content. I was just discussing this with my brother, a university professor. Which of the anti-GPT detectors such as GPT-0 is the best to use? In one sense, we can no longer refer to these technologies as emerging. They have emerged. In fact, some refer to them as frontier technologies. At the same time, teachers still deal with the consequences of the consequences of cyber bullying and other impacts on mental health attributed to these technologies and particular social media. AI takes fake news, misinformation and disinformation to a new level. It is difficult for adults to penetrate the social media experience of young people on Facebook, Instagram, WhatsApp. All of those are meta companies or telegram, TikTok, Twitter, and vcontacted. Different age groups use each differently. A legitimate career aspiration for young people is to become an influencer. Most educational systems have yet to catch up. But successful influencers understand the relative advantages of each platform and what it takes to create viral content. All of this means that a great deal of rethinking needs to take place around media and information literacy, digital health, and digital well-being. That rethinking must be anchored on the experiences shared by teachers, parents, and students. It requires that MIL is integrated in the teaching of all subjects, even as it is taught as a separate subject. It must be multi-stakeholder in consultation and in leadership. And it must find new and innovative techniques of collating and sharing best practice. We need to talk to each other more about these subjects. I will share a few examples of best practice from around the world. First, continuous teacher professional education is an absolute necessity in all countries and in all languages used in a given educational system. It must start from teacher training institutions. During 2020 and 2021, IFAP and IITE organized a joint project, Media and Information Literacy in the Digital Age, How to Teach the Teachers. It included four webinars, an online conference, and a publication, gathering about 2,000 participants from nine countries. We need more of such. The workshop we are attending today is another excellent example, and I have been pleased to see the topics that will be covered. Secondly, peer learning. This can take many forms. Encouraging students to create guides for other students, teens advising preteens, classroom-level discussions involving multiple schools, competitions that highlight solutions. Teachers can learn from students, and certainly teachers can learn from their own peers. Thirdly, AI observatories. These are intended to track AI and how it is being used on a daily basis within a particular geolocation. It can be a school or a district. These can be student-led or managed. They allow for informed debates around the issues created by the introduction of new AI solutions. I could make this list longer, but neuroscience says humans retain things in threes better. I can assure you that I did not use any AI in creating this talk. No iteration of chat GPT-3 was used. Every day there's some new scandal around emerging or frontier technologies. Finds that Facebook will have to pay for selling data used to influence elections. Plans to ban TikTok by US politicians for fear the Chinese government will access US data. Banning of the use of chat GPT-3 in some countries, even as OpenAI, its creator, does not allow users in some countries to sign up. The headlines are dominated by this. We must work together to create the right policy and regulatory environments. In all of this, we should keep in mind UNESCO's Rome principles. Rights-based, open, accessible, and multi-stakeholder. I believe that many solutions will emerge from the combination of your wisdom with the experience of the young people in your classrooms. Media and information literacy must become the foundation of educational curricula. I urge you to share the knowledge from this important joint IITE-IFAP seminar. Hold more youth-led seminars locally. Debate these topics and enjoy the rest of the sessions. Thank you for your attention. Thank you. Thank you. Thank you, Dorothy, for a very inspiring speech. It was very important to hear about the role of pedagogy and the increased pressure of the challenges that arise on the teachers, В связи с такими бурными изменениями как в окружающем мире, так и в образовательных процессах. И также Дороти нам напомнила о том, что в развитии технологий очень большую роль играют достижения нейробиологии и других нейронаук. И именно поэтому, возможно, нейросети стали такими мощными, такими популярными и такими впечатляющими технологиями. И я приглашаю нашего второго выступающего докладчика Ивана Печищева, доцента Пермского университета, эксперта проекта «Как читать медиа» и директора некоммерческой организации, называющейся «Содружество преподавателей новых медиа», кандидата филологических наук, рассказать нам как раз о медиаграмотности в эпоху нейросетей. Прошу вас, Иван. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Для меня большая честь в таком составе выступать, международных экспертов. И мне очень приятно поделиться с вами своими первыми наблюдениями, как у нас все изменилось и меняется прямо на глазах в сфере медиаграмотности. Я сам преподаватель, не вылезаю из аудитории и веду этот курс. Мы его читаем на пять факультетов в нашем университете, то есть на половину студентов всего университета. Именно курс про медиаграмотность. Я вижу уже теперь, что осенью, в сентябре, буквально уже скоро, я выйду в аудиторию и буду совсем по-другому его читать. Не то чтобы совсем, но, конечно, будут изменения, и они будут существенные все-таки. И сейчас я поделюсь некоторыми мыслями, уже начинаю к этому готовиться. Я не буду говорить о сути нейросетей и об их работе. Я буду говорить о том, как это отразится, скажем, на моем курсе. Возможно, вы увидите там, что что-то свое. И, конечно, надо сказать, что сегодняшний интерес к генеративным нейросетям настолько большой, что сегодня, пожалуй, ну, может быть, каждый человек уже в мире знает, что есть такие нейросети, с помощью которых можно создать картинки, создать фото, создать видео. И здесь возникает довольно много проблем. Сфера образования бурлит, что делать, как вот мы сейчас будем дипломы проверять или защищать, как учить, вообще надо ли, может быть, все за нас будут делать нейросети. Очень много разговоров. И тут мы, наверное, должны пересмотреть подходы в сфере медиаграмм, некоторые, которые связаны с несколькими проблемами. Вот эти проблемы, я сейчас вам о них расскажу. Первая проблема, на мой взгляд, самая базовая для начала – это отсутствие понимания и даже, я думаю, среди меня, например, то есть у меня, о том, как это все устроено. То есть мы очень многого ждем и много рождается мифов о том, как эти самые нейросети работают, что они могут, что они не могут. Человек, который никогда ими не пользовался, тем не менее, уже сегодня может иметь суждение, да, нейросеть там сейчас что-то сгенерирует. А человек не пользовался ни разу. Откуда он это знает? То есть уже сейчас видно, вот как только нейросети появились, вокруг них рождается огромная волна каких-то слухов, ну, фактически дезинформация, мисинформация, да, вот это все. И это большая проблема. Нам нужно разбираться в этих вопросах. Если это интеллект, например, вот это очень, кстати, серьезный вопрос, насколько сегодняшние нейросети являются интеллектом в том смысле, в котором мы имеем его в виду, по крайней мере, допустим, в русском языке. Может быть, и в других языках оттенки тоже есть эти разные, да. Интеллект ли это? Я вот, например, думаю, что многие сети, пока вот эти нейросети, это все-таки алгоритмы, такие серьезные, продвинутые, очень мощные. Но пока, но пока, ну, это дискуссионная тема. Но это все меняет на самом деле. Потому что когда массовая аудитория говорит интеллект, она себе может представлять, ну, вы знаете, там, прям какого-то мыслящего, мыслящее существо. А на самом деле это машина, которая просто складно складывает слова, которая просто очень складно фиксирует пиксели на изображении. И мы этого очень радуемся. И вот тут как раз стоит в этом разбираться. И очень большие ожидания возникают от нейросети. Очень разные люди об этом уже высказались. Ноам Хомский, лингвист очень известный, который, в общем-то, дал направление к компьютерной лингвистике, написал колонку в New York Times о том, что такое, на его взгляд, нейросети. Вот уже в этой цитате вы видите. Плагиат, апатия и уклончивость. Так он их охарактеризовал. Очень много там цитат я здесь вынес на этот слайд. Самое важное, пожалуй, здесь вот тут верхнее. Рассвет еще не забрежил. Ну, то есть не стоит слишком много с ними связывать. Нейросети не способны совмещать творчество с ограничениями. Или, например, он их называет суперавтозаполнением. Невежество, отсутствие интеллекта и прикладывает ответственность на своих создателей. То есть Ноам Холмский, в общем-то, ну, эксперт в сфере компьютерной лингвистики, ну, довольно скептически к нему относится. И самое главное, что его тревожит, это вот этот вот, извините за сленг-хайп вокруг нейросетей. Сэм Альтман, глава OpenAI, сам сказал о том и стал людей успокаивать как бы. Это только про прогрессы, не надо полагаться на нейросети в каких-то важных вещах. Это вот то, что мы сейчас в медиаграмотности, видимо, должны тоже рассказывать и школьникам, и взрослым. Следующая проблема – простота создания контента. Посмотрите, за все время истории человечества нам приходилось прикладывать усилия, чтобы создавать контент. Для этого есть факультеты медиа, для этого есть институты, где готовят писателей, сценаристов. Что у нас сегодня? У нас сегодня генеративная нейросеть. Ну, представьте себе, одно нажатие на кнопку и сколько хочешь угодно контента. Мне кажется, в истории человечества такого не было. Ну, мы можем это обсудить и поспорить, но ведь нет. Все время человек прикладывал усилия. Вот здесь вот, до этого момента. А сейчас кнопочка и сколько угодно много контента. Ну, это будет однозначно все менять. И это приведет нас совсем в другой мир, в котором, может быть, не будет ничего созданного человеком, а будет создана все машина. Ну, хотя бы часть, конечно, будет создана человеком, процентов 5-10. И это, конечно, все меняет. Любой школьник, вот мой сын, например, может сейчас книжку написать, картинки к ней сделать. И что? И кто потом распознает, что он эксперт или не эксперт? Это очень сложные проблемы. Следующее – появление новых смыслов. Я верю уже как раз в философию. Язык, изобретение такое, или то, что принадлежит человеку, несет в себе очень много важного и формирует как картину мира. И здесь мы видим, что нейросети, в общем-то, способны создать какой-то новый, свой. Представляете, если тексты, изображения вокруг нас будут созданы нейросетями, и не человеком. Это, по-моему, совершенно отделенные от реальности и от человечества, главный мир. Это будет какая-то другая культура, наверное. И в этом смысле очень важно помнить, что нейросеть, мало того, что может создать такую новую реальность, она еще регулярно то, что это называют некоторые эксперты, галлюционирует. То есть она дает неверные сведения. Она дает вымышленные цитаты, вымышленные имена, вымышленные события. Лично с этим сталкивался. Она может сказать, что река впадает в другое совершенно море. То есть географию не все в порядке. И представляете, какой новый дивный мир рождается благодаря вот этому всему новому контенту и новому контенту. Юваль, наверное, Харари, израильский историк, написал тоже очень такую важную, вы можете найти в интернете, колонку, как кажется, тоже для New York Times, очень-очень обеспокоенную будущим. И как раз именно о том, о чем я сейчас говорил. Он там в своей колонке проносит мысль о том, что владение языком и нейростями означает, что нейросеть может заменить культуру или вытеснить человеческую культуру. И это его очень беспокоит. И нас это должно беспокоить, потому что, ну, в общем, мы не знаем, что это будет хорошо или плохо. Конечно, надо смотреть, понятное дело, но надо к этому относиться очень осторожно. Что же делать? Что же делать? Половину своего доклада рассказывал о проблемах, теперь давайте что делать? Сам бы знал, может быть, и сделал бы успешный курс какой-нибудь, ну, может, к сентябрю. Я вижу, что наша с вами роль еще выросла просто многократно. То есть я теперь думаю о том, что вот эти все разговоры, вот в интернете есть какие-то фейки, дезинформация, они уже не голословные. Они уже прям, ну, совсем серьезные. Потому что что? Раньше все эти фейки, вся эта дезинформация должна была создана быть человеком, и это труд. Это кто-то должен посидеть в фотошопе, сделать там картинку, кто-то должен посидеть видео. Представляете, сделать дипфейк. А я сейчас просто с помощью там нескольких сервисов, но я не буду сейчас ваше внимание сильно окружать, вот тут без звука. Это вот дипфейк на основе моей фотографии. Я его сделал в нескольких сервисах, там, в одном сгенерировал звук, именно синтезировал звук, в другом оживил фотографию. Все, все. Дипфейки сделать очень легко. И это пугает. И, конечно, медиаграмотность сегодня очень важную роль будет играть. Нам надо будет разбираться в информации еще более тщательно, мне кажется. И это... Я не представляю, правда, как это будет в жизни происходить, но, видимо, мы будем различать медиа, созданные людьми и созданные нейросетями. Мы будем различать контент, созданные людьми и созданные нейросетями. А образовательные курсы, созданные людьми и нейросетями. И ценить их будем по-разному. Роль критического мышления – это банальная, конечно, мысль, что ее надо развивать. Но смотрите, его роль очень возрастает на этапе, я это назвал, первого касания. То есть вот как только человек открывает условную новость, как-то надо сразу его включать. Может быть, раньше это не так требовалось, но сегодня, когда эти все вот и фотографии, и видео, и картиночки могут быть сгенерированы совершенно точно. И примеры вы знаете, но я чуть позже покажу. Ну вот, например, пишет Forbes. Это, кстати, публикация есть на сайте, и я вам вышлю в чат ссылочку. Forbes пишет. Вы знали про, пишет журналист, про большое каскаде, в общем, землетрясение в 2001 году. Нет, вы не знали, потому что это полностью сгенерированное изображение, и это информация о землетрясении в США, которая сгенерировала нейросеть. То есть прекрасно, да, человек открывает какой-нибудь сайт, ребенок делает доклад, и, пожалуйста, вот вам информация о несуществующем событии. Ну то есть вот это все то, что нас, конечно, ждет. И вот эти всякие фотографии прекрасные, известных людей, и Папы Римского в этом самом, в пуховике, да, и прочее. Ну, то есть при первом же как бы взгляде, только при первом касании, человек уже должен сразу прям вот как закон думать, правда или нет. Ну, может быть, раньше это не было так устро, мне кажется, сейчас это стало гораздо острее. Можно поспорить. Третье, мне кажется, нам самим нужно разбираться, как эти нейросети работают. Потому что если мы объясним людям, например, их устройство, и как они генерируют эти все всякие тексты и видео, то некоторые вопросы будут сняты. Ну, например, самая распространенная тема. У нас в СМИ это много, я вот вижу в Перми, в России это много, я думаю, из-за рубежа. Появляются информационные поводы. Как нейросеть увидела российские города? Как нейросеть увидела героев такого-то фильма? Это не нейросеть увидела. Пожалуйста, коллеги. Это очень много там зависит от запроса. Да ведь? Вот какой запрос сделал автор, и такой получился результат. Нейросеть ничего не видит. Ей без разницы, какие там города или что. Без разницы. Но вот какой был запрос, такой результат. Ну, это уже изначально в СМИ неверная информация. А люди думают, нейросеть так увидела на нашу Перми. Да ничего она не увидела. И если людям разобраться в этом, они бы по-другому к этому относиться. Ну, и, наконец, я уже завершаю, изучать новые инструменты. Они есть. Есть сервисы для определения авторства и искусственного интеллекта. Они будут, конечно, тоже модернизироваться и появляться новые. Допустим, GPT-0 – это для поиска искусственного интеллекта в тексте. А вот такой оптик – да или нет, ну, то есть в смысле искусственный интеллект или нет, это про фотографии. Вот я, например, попробовал картиночку очень красивую, сгенерированную в Миджорне версии 5, вот такую прекрасную с дирижером, где у него пять пальцев, все прекрасно отправил, и он сказал, что, этот сервис сказал, что на 93% это Миджорне. То есть угадал. Ну, не угадал, точнее, определил. И мне кажется, эти инструменты в копилочке должны появляться у каждого из нас, чтобы мы, в конце концов, не оказались вот такими, вот знаете, под пятой искусственного интеллекта пользователей. Спасибо большое, коллеги. Буду рад потом с вами это все обсудить в последующей дискуссии. Спасибо. Спасибо большое, Иван, за такое систематизированное представление возможностей сетей и наших возможностей реагировать на эту реальность. Две очень важных мысли, которые я вынесла из вашего выступления, это первое, то, что курсы медийно-информационной грамотности должны обязательно включать часть, посвященную содержанию технологий, что они собой представляют, как они в общем виде устроены и как они в общем виде работают. Мы всегда отставили эту позицию, что медийно-информационная грамотность должна рассказывать про суть технологий и про социокультурные эффекты, которые эти технологии порождают. И вторая мысль – это приоритизация медийно-информационной грамотности на стадии до контакта с контентом или в первые секунды контакта с контентом. Это очень важная мысль, потому что сейчас каждый раз, открывая любой текст, любую картинку, мы должны сначала подумать о том, кто это сделал и зачем мне об этом написали. До того, как мы ознакомимся с содержанием, по сути. Вот эти важные вопросы, которые в классическую медийно-информационную грамотность входят, да, это база, которую мы учим, вот она сейчас становится еще более и более важной. Спасибо большое, Иван. А сейчас я хотела бы предоставить слово Гульнару Самбаевой, региональному консультанту по медиаграмотности проекта MediaCamp, представительство интервью в Казахстане, доценту, кандидату философских наук, которая расскажет нам об алгоритмическом мышлении в обучении медийной информационной грамотности. Прошу вас, Гульнар. Спасибо большое. Могу ли я включить свою презентацию? Да, пожалуйста, поделитесь экраном. Вы ее видите, да? Сейчас, наверное, увидим, пока нет. Странно очень. Я уже как бы ее... Странно. Вы ее не видите? Пока не видим. Гульнара, в зуме демонстрацию экрана... Я включила, конечно. Да вы что? А попробуйте выключить и что включить? Странно очень. Может что-то сбилось. Так, вот смотришь, я сейчас нахожусь здесь. Демонстрация экрана. Нажимаю ее. Так, и вот она, моя любимая презентажка. Отлично. Мы начинаем что-то здесь. Все отлично. Сделайте, пожалуйста. Вот, супер. Все. Все, хорошо. И... В принципе, я полностью разделяю сомнения Ивана, и я думаю, что даже, я думаю, мы и начали с того, что все, о чем мы сегодня собираемся говорить, это не какие-то ясно выстроенные логические последовательные предложения. Речь все-таки идет о том, это постановочные вопросы. Я делюсь с вами своими определенными мыслями, и я бы очень была рада услышать ваши советы для того, чтобы действительно осенью у нас заработал полноценный курс по медиограмотности, содержащий непременно алгоритмическую грамотность. Ну, что значит быть алгоритмически грамотным? Вот здесь я нашла единственное определение, и я указываю источник, и вы можете, значит, если вам интересно, посмотреть его. То есть это осведомленность, как использовать нам приложения, платформы, как в них разбираться. До сих пор в том курсе медиограмотности, который мы практикуем, этот вопрос не стоял отдельно. Хотя, в общем-то, мы говорили, мы это относили, кстати, к цифровой грамотности традиционно, хотя мое личное мнение, что нельзя отрывать медийно-информационную цифровую грамотность. Это две стороны одной медали, а теперь еще добавляется грамотность алгоритмическая, или если взять шире, то я бы назвала это грамотность в искусственном интеллекте. Если говорить в ракурсе метаграмотности, это совершенно как бы, ну, я не скажу, но лично для меня это новый подход к пониманию медиограмотности. Мы видим, что алгоритмическая грамотность, как таковая, является неотъемлемым составным элементом метаграмотности. Наряду с цифровой грамотностью, медийной, информационной и так далее. Все остальные виды медиограмотности нам вроде более или менее знакомы. Единственное, что как бы вот мобильная грамотность мне еще не совсем понятна. Ну и совершенно понятно, что жить в современном мире, и мы, не зная, как функционируют цифровые платформы, значит, каким образом нас находит реклама и как мы становимся ее потребителями, невозможно. Вот, и, естественно, сейчас актуальный вопрос, как работают технологии, основанные на искусственном интеллекте, и каким образом это отражается. Но я проанализировала достаточно много литературы. Я вам скажу, конечно, я не избежала очень интересной игрушки в виде чад GPT, но чад GPT не отменяет факт-чекинга и поиска достоверной информации. Я думаю, что вот если сгруппировать, скажем, знакомство с грамотностью в искусственном интеллекте, можно выделить следующие четыре темы. Это знание и понимание, как использовать, как создавать продукты с использованием искусственного интеллекта. И, конечно, самый важный вопрос – этика работы с искусственным интеллектом. Почему очень важно в медиаграмотности быть грамотным в искусственном интеллекте? Я постаралась сгруппировать, и это очень большая опасность порождения легкого создания контента, как сказал Иван, и в то же время этот контент может быть и дезинформацией. И чаще всего так и бывает. Какие вопросы, на мой взгляд, могут быть в центре нашего внимания? Каким образом мы можем посвятить всех? Поскольку мы занимаемся образованием для всех, речь идет не только об образовании для студентов, я выделила три аспекта, которые важно знать и артикулировать во время обучения медиаграмотности. Ну и, естественно, опасения. Вот в прекрасной книге, которую выпустил ваш институт, есть образное сравнение, что искусственный интеллект – это, с одной стороны, голодный зверь, а с другой стороны, это нежный портной, который, в общем-то, всегда сделает все по вашей фигуре. Опасения связаны прежде всего с тем, что упрощается производство дезинформации. Вот, и мы знаем, что алгоритмы отражают не только, допустим, алчность, они отражают и идеологические, скажем, моменты, и политические. Но, с другой стороны, я думаю, что все-таки нужно как бы эти новые игрушки, наверное, полюбить для того, чтобы понять все их недостатки и помочь преодолеть их несовершенство в процессе обучения медиаграмотности. Конечно, я не могла не воспользоваться нашим чатом GPT, и я попросила его составить как бы современную программу обучения медиаграмотности, он мне составил на 10 недель, но потом я его спросила, а как вот включить грамотность в искусственном интеллекте. И я получила некий материал, который мне пришлось проверить по источникам, который даже там референс он указал. И в конце концов, получилась такая программа, если она вам видна хорошо, я не буду читать, она рассчитана буквально там на 5 недель. Значит, вот такие примерно темы могли бы быть включены в новый, скажем, еще никем не... Ну, возможно, кто-то создал, но во всяком случае у нас в Центральной Азии таких курсов пока нет. Медиаграмотность в искусственном интеллекте. И посмотрите, пожалуйста, что это обязательный акцент на этике пользования продуктами, созданными при помощи искусственного интеллекта и влияние искусственного интеллекта на общество. И, конечно же, то, что эта тема включена в последнюю неделю, не означает, что она не сквозная. Всего учебного плана по обучению медиаграмотности с учетом последних изменений. Я, в общем-то, попыталась прочитать то, что доступно в интернете. И я хочу сказать, вот большинство литературы, конечно, на английском языке, но вот эта первая книга, у нее имеется перевод и на русский язык. Вот последний документ тоже общеизвестный. Это как бы «Консенсус», выпущенный ЮНЕСКО. Есть русская версия. И вот как раз учебные программы для школы с 1 по 12 класс. Очень полезный ресурс. Он, по-моему, издан в 2022 году. Мне кажется, что эти источники могли бы быть очень полезными при составлении нового курса. Ну, что мы делаем в нашей активности? Мы провели, прежде всего, как бы брейнсторминг с журналистами, как они используют инструменты искусственного интеллекта в своей работе. У нас есть очень хороший эксперт Даниар Муканов. У него образование университет Кадив. И он работает, собственно, но он работает в банке, но он проводит время от времени семинары для журналистов. И он показал нам ресурсы, которыми можно пользоваться. И вот, кстати, есть сайт общества профессиональных журналистов, который обновляется постоянно. Хочу сказать, что все написано очень простым, доступным языком. И даже с помощью, опять-таки, онлайн-переводчика DIPL.com можно все понять и перевести на русский язык и понять. И брейнсторминг показал, что наши журналисты во многом уже пользуются некоторыми инструментами. Прежде всего, они пользуются как тем расшифровкой аудио. Могут задавать Siri, пользуются. То есть на практике для журналистов продукты, созданные искусственным интеллектом, не новость. Вопрос в том, как к этому относиться. Я думаю, что это задача обучения медиаграмотности. Но эту тему мы изучаем не сегодня. В 2021 году, это получается два года назад, эта тема была такой сквозной на нашем ежегодном медиа-фестивале. Мы приглашали эксперта из России. В декабре мы провели Эдютон. И одно из направлений было как раз посвящено теме, как работают нейросети. У нас тоже есть. Правда, он рассказывал о том, как нейросети применяются в маркетинге в основном. Но тема была достаточно интересная. Морал вот у нас была ментором. И Татьяна, кстати, тоже помогала нам. Вы помните, как интересно прошла эта сессия, как много было вопросов. Но самая большая фишка, что мы включили эти темы в тренинги для преподавателей вузов. И как раз в нашем вебинаре сегодня участвует Морал и Татьяна, которые являются тренерами этих тренеров, простите за тавтологию, мы решили провести индивидуально в каждом регионе, в четырех регионах Казахстана, для того чтобы мы и в оффлайн-режиме, для того чтобы мы могли предметно порассуждать и не только познакомить, потому что, к сожалению, преподаватели вузов оказываются самыми отдаленными от всего того, что происходит непосредственно сегодня в сети. И после брейнсторминга, который мы провели в апреле, это был запланированный тренинг для журналистов. Мы собираемся с ними просто открыто сесть, обсудить, что не так и что можно сделать для того, чтобы использовать искусственный интеллект во благо общества. Выводы какие-то делать сложно. Скорее всего, моя презентация вызовет достаточно много вопросов. Я буду рада услышать ваше предложение. Но прежде всего нам, конечно, нужны свои оригинальные учебные пособия. Первая картинка – это картинка из нового учебника по визуальной грамотности, который готовит наверняка известный всем эксперт по медиаграмменности Улим Амерханова. И те вопросы, особенно этика использования, этика работы с искусственным интеллектом, как раз и вошли в этот учебник. Позавчера я получила финальную версию. Второе. Вы, конечно же, знаете, что в Казахстане созданы три дома медиаграмменности. И к нашему большому удовольствию. Это опять-таки те же самые игроки, которые сидят перед вами, и Морал, и Татьяна, и еще у нас есть искусственная Дариха Десибаева. Они проводят время от времени такие сессии по алгоритмической грамотности в силу того, что доступно на сегодня. И вновь в июле у нас будет ежегодное событие – Медиакамфест. И мы опять проводим сессию по искусственному интеллекту для того, чтобы поделиться с практикующими представителями медиа, как с этим быть. И наконец я свожу алгоритмическую грамотность к таким четырем представлениям о том, что это такое. То есть как грамотно управлять своим поведением в медиасреде, как минимизировать ущерб от персонализации и понять, как все-таки технологии влияют на нас и как можно обновить навыки медиаграмотности для того, чтобы понять сущность новых технологий. Вот вкратце то, о чем я хотела сегодня с вами поделиться. Еще раз повторяю, что вопросов больше, чем предложений. Я бы с удовольствием как бы обменялась мнением с вами. И я думаю, что этот разговор, он будет продолжен, потому что вопросов, еще раз повторяю, сегодня больше, чем предложений. Самая большая проблема – отсутствие каких-либо ресурсов на русском языке, а уж тем более на национальных языках. Спасибо. Спасибо большое, Кульнар. Очень интересное выступление. И хотелось бы зафиксировать несколько мыслей, которые у вас прозвучали. Первое – это то, что новые виды грамотности сейчас только в стадии становления. Мы пытаемся как-то это назвать разными словами для того, чтобы двигаться дальше, для того, чтобы работать с этим. Мы пытаемся как-то их структурировать, организовать, наполнить каким-то уникальным содержанием, но мы все ощущаем очень хорошо, что разделенные нами искусственные виды грамотности, они накладываются друг на друга, они пересекаются. Поэтому важно помнить, что мы находимся в самом начале или в середине пути понимания, что значит грамотный человек 21 века. Или пытаемся заглядывать, что должен уметь грамотный человек, может быть, к концу 21 века. Жизнь меняется очень быстро, и мы не успеваем разобраться и осмыслить, провести достаточное количество научных исследований для того, чтобы какие-то подходы утвердились, успели наполниться большим количеством исследований, работ, программами, учебными планами. Но, тем не менее, это не значит, что мы не должны идти по этому пути. Это очень интересно быть, идти по этой дороге. И мы все чувствуем, может быть, по-разному, может быть, не очень всегда это хорошо в публикациях отражено, но мы чувствуем, что, допустим, медийная информационная грамотность имеет свое отдельное содержание от цифровой грамотности. Хотя очень во многом они переплетаются и накладываются друг на друга и идут, так сказать, от общих явлений, от общего предмета или объекта изучения. Это первая мысль, которую я хотела зафиксировать. Вторая мысль. Я поздравляю Казахстан с тем, что у вас идет такая интересная, насыщенная и актуальная работа. Было очень приятно увидеть. Я приглашаю всех посмотреть ссылки, которые у нас накопились в чате. Там есть очень интересные ресурсы на русском языке, на английском языке, которые помогут вам разобраться с тем, что мы сегодня обсуждаем. И еще одна мысль, что технологии впечатляют, но мы не будем их бояться. Мы будем проявлять осторожное любопытство. Аккуратное, осторожное, но любопытство. И вот пример такого активного любопытства и применения технологий в деятельности мы услышим от Татьяны Голубцовой, нашего следующего спикера, руководитель Дома медиаграмотности Карагандинской области. Татьяна является медиатренером, журналистом. Она автор обучающих игр по медиаграмотности Media Jungle and Media Police и магистр медиаобразования. Прошу вас, Татьяна. Секундочку. А, все, включил само микрофончик. Большое спасибо за представление. Да, действительно, я вот сейчас послушала спикеров и понимаю, что опасений, наверное, очень много. Тех, которые связаны с применением искусственного интеллекта и вопросов очень много возникает. Но самое интересное, что возникают они тогда, до того момента, как мы им начинаем на самом деле пользоваться. Так уж получилось, что на самом деле для меня искусственный интеллект стал больше другом, партнером, нежели чем-то пугающим, напрягающим и так далее. И на самом деле мы начали использовать искусственный интеллект еще в 2021 году, когда не было никаких взрывных чатов, GPT, не было каких-то там миджорней. Были такие очень простые инструменты, приложение Dream, оно у меня до сих пор на телефоне, мне верно, служит. Была русскоязычная версия Балабобы на Яндексе. И, ну, в общем-то, такие они достаточно сейчас, наверное, по современным меркам за два года всего, но скажете, наверное, нам даже примитивными где-то. Но на самом деле они стали нашими помощниками. Я вот объясню, почему. Дело в том, что мы в 2021 году начали разработку электронной игры. У нас до этого была сделана игра настольная Media Jungle, а в 2021 году у нас появилась такая цель сделать как бы электронную версию, мобильное приложение электронной игры. Я вот сразу вам хочу сказать, что я поняла, что объем работы будет просто сумасшедший. Но вот если, например, у нас настольная игра содержит 450 карточек и заданий, то когда мы начали просчитывать электронную игру, то такая электронная игра должна была содержать 3 мини-игры, в которой как минимум по 100 заданий, 360 игровых тестовых заданий и плюс 360 рекомендаций. То есть объемы практически увеличились сразу в три раза. Конечно же, ну вы представляете, да, шок, контент, огромные цифры. И в первый момент появилось даже такое опасение, сможем ли мы сделать это. Второе, с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, ну так уж встроены мобильные игры, что требуют только оригинальные тексты. То есть никакие заимствования, например, у нас есть игра, где мы полностью моделируем как бы веб-редакцию, да, или там чаты, да, и нам нужно какие-то заголовки ставить, там тексты, да, писать на распознавание участниками, ну то есть теми, кто включает игру, насколько они соответствуют или не соответствуют. А получается так, что, ну не принимает, так скажем, наши версии, заимствованные с сайтов или откуда-то, Android, Google и Apple. Нам пришлось это переписывать с помощью искусственного интеллекта. Это был мой первый помощник на самом деле. Естественно, это не было идеально, но это было достаточно намного быстрее, чем если бы это дело вручную. Затем, с чем мы столкнулись еще, нам нужно было сделать что-то задание для джамбл-чата. Это вопросы-ответы. Опять-таки, ну, наверное, когда ты понимаешь, что это нужно делать, опять-таки, в оригинальной версии, то ты понимаешь, что это достаточно сложно, потому что, ну, практически при тестировании там на антиплагиат все равно появляются какие-то варианты, когда на что-то дается ссылка. Опять-таки, переработка с помощью этих заданий, с помощью ИИ, помогла нам избежать вот этого вот плагиата. На самом деле, задания оригинальнее получились, и, в принципе, мы, наша игра полностью прошла на антиплагиат. Гульнар не знала об этих наших страданиях. Гульнар, мы вам об этом не рассказывали, но на самом деле для нас это был какой-то момент, целый месяц мы решали эту проблему, потому что отклонялось приложение всеми платформами. Вот, это был такой первый вопрос. Второе, когда мы столкнулись с тем, что нам нужно создать 360 тестов, но я сразу говорю, что тесты мы все создавали вручную, но я подумала сейчас, думаю, а если я попробую сейчас, как будто бы я в том 2021 году, и мне нужно создать 360 тестов, я попробовала их создать с помощью чата GPT. И я хочу сказать сразу, ну, система не совершенна, человеческий мозг пока намного лучше, потому что тесты у нас имеют непростую структуру, они имеют где-то усложненную структуру, например, несколько правильных вариантов, не один, нужно выбирать несколько, или, например, составить какой-то определенный термин, или, например, там выбрать что-то. Ну, в общем-то, пока все тесты приходилось переделывать и перерабатывать, ну, если бы, ну, то есть в том варианте, в каком они есть, они не пошли. Ну, я сделала, тем не менее, некоторые задания, и мы сейчас сохраняем для, возможно, каких-то будущих наших игр. Еще в чем мы столкнулись, и в чем нам, например, помог искусственный интеллект. Мы сделали очень интересные задания для школьников, для которых презентовали нашу Google Media Dungle. Ну, то есть мы не просто ее делали вот с помощью электронной версии, мы еще использовали и дополнительные задания. Что я выяснила, что мы вот с нашими, с моими коллегами выяснили на этом этапе? Мы выяснили, что, оказывается, фотографии и картинки, созданные с помощью искусственного интеллекта, а также видео, я уж не знаю, каким седьмым чутьем, но школьники распознают очень быстро и очень легко. Это необъяснимо, это, видимо, какой-то другой встроенный искусственный интеллект, который уйдет генетически или он как-то вот насмотренно что-то такое порождает, они искусственные визуальные форматы распознают очень быстро. Но зато они сталкиваются с большой проблемой, они практически не распознают текстовые форматы, которые написаны искусственным интеллектом. Вот из 30 человек, которые у нас были, только одна девушка, ну, соответственно, им 14 лет было, 13-14 лет, только одна девушка смогла увидеть ошибки в тексте, логические в том числе, и понять, что этот текст написан нечеловеком. Вот это вот тот интересный момент. Вот, например, если мы будем обучать наших студентов или обучать наших школьников, то, наверное, можно сделать какой-то определенный акцент. Здесь, как вы видите, наши примеры из игры, а это вот наши участники наших тренингов по внедрению игры «Медиа Джунгл». Естественно, вот сейчас у нас, например, стоит такая задача, как перевод игры на языки стран Центральной Азии. Ну и, как это всегда бывает, да, мы всегда видим какие-то возможности, нам хочется как-то эту игру заодно обновить. И мы начали думать, ну, что мы можем сделать. Ну и первый вопрос, который задался для меня, например, возник, а вообще, может быть, нейросеть может заменить человека, и все, и мы будем себя, наверное, прекрасно чувствовать. Она может сама создать нам игру, и мы не будем мучиться. И даже вот я нашла в интернете вот такую вот карту, с помощью которой, по сути, можно создавать игру. Смотрите, есть текстовые задания, есть дизайн, есть видеозадания. Можно управлять контентом, можно делать даже какие-то презентации, можно управлять нашей деятельностью, ну и можно даже писать коды. Но на самом деле, когда я с этой картой пришла к нашему создателю игр, к нашему программисту, он улыбнулся, ну и сказал, что, конечно же, нет. Никакая нейросеть игру нам не создаст, но часть задач гейминдустрия уже начинает решать с помощью искусственного интеллекта. Что же это за задачи, где может нейросеть заменить человека? Ну, конечно же, как вы поняли, одна из проблем вообще всех нейросетей – это узконаправленность. То есть ни одна сеть не делает, не выполняет все задачи. Она либо делает картинки, она либо может делать какие-то части кода писать, она может создать какой-то текст, другая там. Ну, то есть это нужен целый блок сетей, чтобы мы могли, например, что-то вообще сделать, ну, например, для той же игры. То есть мы должны использовать несколько нейросетей. Кстати, они иногда между собой могут конфликтовать, что, ну, наверное, тоже вы понимаете, как конфликтуют многие программы. Поэтому без человека – это просто отдельные элементы. Второй камень преткновения сетей – это креативность. Все верно, абсолютно сказали предыдущие спикеры. Ничего нового не порождает нейросети. Они занимаются классным плагиатом. Они умеют делать хорошие компиляции, в том числе и в формате фото, и в формате какого-то видео, и даже в формате текстов. Но это всего лишь компиляция. То есть это не оригинальный продукт. Ну и представьте, если вот все игры будут создаваться с помощью нейросетей. Будут похожие движки, похожие сценарии, похожие картинки, похожие там заставки и так далее. То есть они быстро очень надойдут, и мы будем играть по десятому кругу в один и тот же продукт. Поэтому человеческий мозг пока даже в этом направлении нейросеть заменить не может. Наиболее реалистичным, кажется, сценарий, в котором нейросети и искусственный интеллект будут выполнять рутинную работу. Вот я сразу хочу сказать, что, например, мы создали игру, потом наш программист мне звонит и говорит, «Татьяна, мне нужна группа 10-15 человек, чтобы тестировать игру, дайте мне такую группу». Вот мы находим всех друзей, близких, знакомых. Они устанавливают тестовую версию на свои телефоны и начинают ее тестировать. Потом мы все эти ошибки собираем. Вот это тестирование, оно порой занимает до месяца, а то и больше. Потом исправляем, потом опять тестируем, собираем, исправляем. Вот это вот очень такая работа, которая, ну, она однообразная, да, она нетворческая. И вот как раз вот эту вот, вот эту функцию нейросеть выполнить лучше нас. То есть есть даже уже боты, которые лучше нас играют в игры, а уж протестировать игру и написать, какие ошибки встречаются, это намного быстрее. То есть вот в этом плане это очень классно. Ну, и, соответственно, можно локализовать контент. То есть вот, к сожалению, для нас с вами, у нас, оказывается, даже переводческие нейросети, они не работают с языками стран Центральной Азии, ни с казанским, ни с таджикским, ни с узбекским. Они пока работают хорошо с более распространенными языками. И поэтому, ну, какие-то наши попытки с Владом попробовать как-то перевести что-то вот на национальный наш язык, они пока не увенчались успехом. Практически с этой задачей нейросеть справляется точно так же, как обычный переводчик Google. Поэтому переводим, переводить, пока мы будем вручную. Ну, и, соответственно, скорее всего, такая проблема будет для многих не, ну, так, не широко распространенных языков до тех пор, пока мы сами не будем эти нейросети обучать. То есть вот, пожалуйста, еще один спектр работы, например, по локализации контента, это нужно обучать нейросети переводом, например, на национальные языки наши. Вот как раз для наших казахстанских, узбекских, таджикских программистов есть, могут стоять такие задачи. В чем уже сейчас нейросети помогают, да, то есть где мы уже можем их использовать? Вот у нас, например, мы когда делали игру, мы создавали такие классные визуалы, которые для нас рисовал девушка-художница. Прямо она вот брала оригинальные такие, создавала элементы, которые вот нигде не повторяются. То есть если вы зададите, то нигде не найдет похожий, ничего, никакой поисковик. То есть у нас оригинальные картинки. Но сейчас мы видим, что они немножко устаревают, да, то есть там что-то как-то, где-то уже другие краски используются, где-то уже там можно немножко 3D-шности им придать. Вот как раз-таки ремастеринг визуала нейросеть может сделать очень хорошо, но при этом графика принципиально не поменяется. А вот оригинальную графику нейросеть создает, ну, условно, давайте так скажем, генерации сюжета. Да, в принципе, с помощью нейросети можно сгенерировать сюжеты, и мы видим, что это очень хорошо делает нейросети, поэтому вот гейм, есть такая профессия гейм-дизайнер, где-то гейм-дизайнеру это может очень помогать. Но я сразу хочу сказать, мы должны помнить, что нейросеть – это всего лишь нейросеть. Никаких логических ошибок она не видит. Она вам выдаст сюжет, как это говорят, на голубом глазу, где будут непоследовательные ходы. Вот это нужно исправлять самим. Оптимизация игры. Вот это тоже очень важный момент, потому что, например, наша игра, она висит 146 мегабайт, да, иногда бывает, не сталкиваясь, с тем, что у ребят не очень современные смартфоны, у них не хватает памяти, мы им даем возможность играть со своих смартфонов, либо там подчищаем, устанавливаем с их разрешения. Так вот, еще с чем, с какой задачей может справиться нейросеть, она может так классно обработать сложную анимацию или графику, или еще что-то, что в результате не теряется качество, но при этом уменьшается, так скажем, экономия объема в памяти видео. Вот это вот еще одна задача, с которой нейросеть классно справляется. Ну и, конечно же, вот то, о чем я вам говорила, вот эти наш месяц, который мы тратили на тестирование, на бета-тестирование, это создание тестовых ботов. Игровые боты сейчас замечательно работают, и поэтому мы можем очень классно использовать их возможности. Вот что бы мы еще сделали, вот что бы еще я сделала, если бы сейчас у меня была бы возможность такая, чтобы нашу игру, например, изменить с помощью Миросети, где бы я использовала. Но, во-первых, мы бы внедрили искусственный интеллект для написания тестов с помощью учителям, а также мы бы могли с помощью искусственного интеллекта постоянно обновлять банки заданий в мини-играх. Но, естественно, с проверкой. То есть пока без проверки я бы так бы не разрешала бы этого запускать. Мы бы дорисовали иллюстрации к нашим заданиям уже на основе созданного оригинального стиля, потому что там, может быть, у нас, например, если присоединятся другие страны к нашей игре, то хотелось бы, чтобы вот как у нас сейчас идут, что у нас оригинальный можно аватар создать, например, в стиле таджикского мальчика или современной таджикской или узбекской девушки с множеством косичек или еще что-то. Ну, если, например, нам еще присоединятся, мы бы могли такие аватары создавать. Мы могли бы обновлять визуалы какие-то интересные, тоже в национальных стилях. Мы могли бы оживлять фото, вот как делает Иван в своей программе. То есть наши бы прям животные, они были бы такие анимированные, например. Ну и, конечно бы, ну, по крайней, это моя мечта на самом деле. Мы могли бы сделать очень быстрый перевод игры на языки стран Центральной Азии или языки других стран. Вот, но это пока такая моя мечта. У меня, к сожалению, здесь пропустился один слайд. Можно я к нему вернусь. Почему? Потому что мне кажется, он очень важен. У нас тоже не было все идеально. На самом деле, когда мы работали с искусственным интеллектом, что я бы для себя поняла хорошего? Оказывается, все-таки определенная этика уже встроена в нейросити. И когда мы пытались сделать такие, знаете, ну, нужно было нам это сделать, как это говорят, не для провокации надо было нам сделать, нам нужно было сделать конкретно чувствительные задания на темы войны, национальности, для того, чтобы, например, тот же язык вражды определять, религии, языка. Даже у нас были задания, ну, как довести, ну, как раз вот в жангл-чате, где вот человека доводят, ну, могут довести, да, до самоубийства. То есть какие там паттерны могут быть. Вы знаете, нам нейросить мягко сказал, не надо. У вас есть какие-то проблемы. Вот это конфликтно-чувствительные темы, их поднимать нельзя. Попробуйте задать ваш вопрос по-другому. То есть никакие рекомендации на эту тему мы от нейросети не получили. То есть она нас четко не разрешала этого делать. Это было из того хорошего, что я, например, увидела. Из опасного. Некоторые наши задания, они устаревали вместе с тем, как мы их писали. То есть мы получали от нейросети какие-то рекомендации. И я понимала, что это, ну, как бы уже устаревшие либо стереотипы, либо уже ложные данные, уже опровергнутые. Поэтому всю информацию нужно проверять. Нейросеть, к сожалению, не обучается на той информации, которая сегодня поступает, да, в интернете обрабатывается. Она все-таки опаздывает. Но сейчас вот примерно говорят на год, на два, да, а может быть больше. Ну и то, что мы вот видели, например, да, то, что я сказала, текст не всегда был очень, нужно было проверять цитаты, ссылки, изображение нужно было все равно дорабатывать. Например, я попросила нарисовать собаку. Мне нарисовали такую собаку, что это просто была точно не собака. Не знаем, кто это был, но мы посмеялись. В общем, мы решили, что пока вот в этих отношениях экспериментировать сложно. Ну и мы даже видим с тем же Миджорни, что все-таки стилистика, хоть она и качественная, но она примерно одинаковая. То же самое происходит со всеми другими вещами. И еще, что очень важно, что я для себя поняла, пока как бы всему этому обучалась. Мы с вами, наверное, многое слышали о том, что есть такие три закона робототехники, да, которые в свое время были еще выявлены Азеком Азимовым. Это первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред, робот не должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому или второму закону. Вот я бы хотела сказать, что сейчас уже хотят добавить четвертый закон. И этот четвертый закон гласит то, что искусственный интеллект больше не должен быть ноунеймом, а он, например, должен как-то отмечаться в любых работах, видео, фото, тексты, алгоритмы, коды и так далее, что эта часть работы, она создана искусственным интеллектом. И когда уже мы будем понимать, каков вклад искусственного интеллекта в тот или иной текст или продукт, а каков вклад лично человека, то мы тогда будем понимать, насколько, ну, может быть, качественен этот продукт, насколько он проверен, насколько он объективен и достоверен. Здесь я дальше хочу попросить вас задать вопросы, если они у вас ко мне есть. Но если нет, я хочу сказать, что вот по ссылке mginiorreporter.org можно посмотреть нашу игру, мобильное приложение, даже установить его и поиграть. И здесь также мои контакты и наш канал в Телеграме, где мы как раз рассказываем о всех наших проектах и новинках. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, Татьяна. Через буквально 10-15 минут у нас будет сессия вопросов и ответов. И, пожалуйста, не забудьте свои вопросы. Можете их написать в чат или в раздел вопросов и ответов, или поднять руку и после выступления задать эти вопросы. Действительно, очень интересное выступление и интересный опыт использования генеративного нейросетей для создания текстов, картинок, видео, какого-то связанного контента. И если нам, допустим, когда мы выступаем в роли педагогов, достаточно сложно создать собственную обучающую игру, то вот такой опыт генерации, создания отдельных элементов, он может быть весьма полезен. И я вам признательна, что вы подчеркнули еще раз тот факт, что нейросети галлюцинируют, что они не только статистически собирают ту информацию, которая есть в интернете, не проверяя ее, они поглощают все, что им скормили, но они еще совершенно свободно творчески дописывают события, даты, цифры и придумывают имена, и не очень озабочены тем, чтобы получившийся текст был логически связан. Поэтому надо всегда к этому контенту относиться очень внимательно. А сейчас я хотела бы передать слово Моралу Атмикамбетовой со руководителю Дома медиаграмотности Павлодарской области, медиатренеру, кандидату филологических наук, которая в своем выступлении как бы завершит тот цикл тематический, который мы начали с выступления Дора Тегортон, которая упоминала про то, что нам, как педагогам, приходится сталкиваться не только с вызовами, порожденными самыми новейшими технологиями, искусственным интеллектом, но и старыми добрыми фейками, старой доброй дезинформацией, старыми добрыми конспирологическими теориями. И вот Морал нам сегодня подробнее об этом расскажет. Прошу вас. Спасибо большое, Татьяна. На самом деле с большим вниманием и интересом слушала предыдущих докладчиков, потому что во многом мое выступление тоже пересекается с их опасениями, и какие-то вещи, возможно, будут повторяться, но будут повторяться немного в другом ключе. Мы рассмотрим с вами роль интернет-технологий в продвижении конспирологических теорий дезинформации. И давайте с вами вспомним, что же такое конспирологические теории. У них есть общие какие-то характеристики. Это сюжеты, которые объясняют некоторые социальные, политические события через тайные заговоры неких высших сил. Все конспирологические теории имеют ряд общих характеристик. Вот как их можно определить? Идея о том, что настоящие события, настоящий смысл скрыт от общества, это то, что объединяет все конспирологические теории, скрытые намерения, тайная связь между событиями. Ну и самое главное, что вся информация, которую мы получаем, это официальная информация, это дезинформация, это то, за чем пытаются скрыть от нас реально происходящие события. Дезинформация очень часто используется при обращении к конспирологическим теориям или теориям заговоров, как их еще называют. И в этом плане дезинформационные суждения и фейк-ньюс очень хорошо вписываются в различные конспирологические теории. И я попыталась как-то объединить и проанализировать те теории, которые активно распространяются на территории стран Центральной Азии за последние три года. У меня получилось несколько блоков. Позвольте их представить вам. А, так, извините. Первое – это фейки и дезинформация, связанные с конспирологическими теориями о ковиде и вакцинации. В частности, основные сюжеты, которые представлены в данных сообщениях, это анализ именно по Казахстану, но в 2021 году мы делали исследования по странам Центральной Азии, как раз фейки, связанные с распространением коронавируса, и увидели, что, в общем-то, большинство фейков повторяются, они носят универсальный характер и, скорее всего, повторяются не только в странах Центральной Азии, но и в других странах. Второй блок – это различные сообщения, которые связаны с распылением отравляющих веществ, вирусов, каких-то химических препаратов. Причем это распыление может осуществляться совершенно разными способами. В частности, вот пример реального сообщения о распылении отравляющих веществ самолетов. Это могло быть и распыление, например, при уничтожении кровососущих насекомых. Это могло быть распыление, когда появлялся какой-то запах на улицах того или иного города. Причем вот эти сообщения, они активно встречаются в медиапространстве не только Казахстана, но и Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана. В Кыргызстане тема чистоты воздуха, она очень остро стоит, и там тоже достаточно большое количество таких фейков распространялось. Ну и еще одна группа фейков, на мой взгляд, которая прям очень последовательно и очень органично представлена в странах Центральной Азии, но я думаю, что они также представлены и в других государствах, это различные радиофобные конспирологические теории. Их список представлен здесь о том, какие риски и угрозы несет 5G, что он вызывает различные неизлечимые заболевания, убивает животных, птиц, ослабляет иммунную систему, каким-то образом способствует, дает возможность для того, чтобы контролировать людей. Ну и вот для примера я просто привела кейс, это кейс казахстанский, но я думаю, что опять-таки эта ситуация не уникальная. В Казахстане, в некоторых городах есть реальная проблема по установлению вышек 5G, именно потому что большое количество людей выступают против, и из-за этого возникают целые слепые зоны для связи. Ну вот в частности в Астане, это зона за Ханшатыром, район Барыс-Арены и так далее. То есть вот и основная проблема, почему невозможно установить эти вышки, это проблема именно радиофобии. То есть конспирологические теории очень сильно влияют на нашу обыденную жизнь. Вернемся к нашему блоку, почему мы говорим о конспирологических теориях и дезинформации в рамках темы нашего семинара, интернет-технологии. Понятно, что конспирологические теории существуют давным-давно, и многие столетия, в общем-то, идеи различных тайных правительств, они активно живут, развиваются, распространяются и так далее. Но те риски, которые несут интернет-технологии, связаны прежде всего с возможностями интернета. Вот это вот демократизация процесса создания конспирологических теорий, когда, если раньше конспирологические теории создавали определенные люди, те, кто писали, те, кто создавали книги, фильмы и так далее, транслировали вот эти идеи, то теперь автором конспирологических теорий может выступать абсолютно любой человек, что и происходит, в общем-то, в нашем интернет-пространстве, когда люди активно потребляют этот конспирологический контент и сами становятся соавторами, развивают их, объединяют несколько конспирологических теорий в одну и так далее. Помимо этого, понятно, что интернет дает огромные возможности для распространения, для продвижения дезинформации и теории заговора, потому что одна идея, одно какое-то сообщение практически мгновенно может распространиться, и, конечно, это очень большие риски. Ну и последний очень важный момент, по мой взгляд, именно интернет-технологии влияют на возможность слияния различных конспирологических теорий в одно широкое повествовательное полотно, то есть разные конспирологические теории объединяются между собой, сливаются, и возникает целая параллельная реальность, в рамках которой существуют тайные правительства, которые ставят себе целью уничтожить все человечество. Если говорить о искусственном интеллекте, коллеги очень подробно затронули этот вопрос, но тем не менее я тоже отдельные моменты хочу указать. Важно понимать, вернее, важно понимать, что конспирологические теории, дезинформации очень хорошо ложатся и очень хорошо, скажем так, взаимодействуют с возможностями искусственного интеллекта. Я думаю, что всем известен кейс Алисы, что такое вакцинация и пролонгированная эвтаназия. Ее ответ имеет достаточно долгую уже историю. Но вот следующие кейсы совсем свежие. Сейчас уже, я думаю, сейчас уже гораздо больше, чем 200 электронных книг. На момент февраля 2023 года в магазине Amazon Kindle 200 электронных книг в качестве автора или соавтора указывали чаще пяти. То есть создание контента искусственный интеллект активно участвует. Причем он участвует не только в создании художественного контента, но и в создании контента, который может способствовать продвижению конспирологических теорий. В частности, вот в агуляционирующих чат-ботах много уже говорили, да, когда различные программы дают убедительный, но полностью выдуманный ответ. То есть мы понимаем с вами то, о чем мы говорили, конспирологические теории, дезинформация, да, это как раз-таки возможности создавать новые и новые тексты для того, чтобы их потом распространять. Был проведен эксперимент не так давно. Был дан запрос чат-боту написать текст, если бы он был владельцем определенной блок-платформы, да, вот именно с целью создания текстов, связанных с теорией заговора. Если вы помните, есть такая теория, «Великая перезагрузка» называется. Кто не знает, можете погуглить. Так вот, этот чат создал объяснение из 13 абзацев о том, как это все работает и почему глобальные элиты стремятся уничтожить человечество, да. Здесь очень важно понимать, что вот прекрасные возможности, о которых говорила Татьяна Голубцова, они в то же время связаны с огромными рисками, да. И, наверное, я обращусь к Гульнару, да, потому что именно Гульнар сказала, что медиаграмотность становится тем ресурсом или возможностью, чтобы человек мог взять под контроль и каким-то образом регулировать деятельность искусственного интеллекта, ну, в той мере, в какой мы это можем сделать. Резюмируя, скажу, что искусственный интеллект – это, конечно, огромные возможности, возможности создания контента, возможности обучения, но в то же время это большие риски, о которых нужно помнить. И я думаю, что именно медиаграмотность как раз-таки дает нам возможность эти риски минимизировать. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Морал, отличное резюме для того, о чем мы сегодня говорили, что новые технологии предоставляют нам новые возможности, которые, конечно, нужно осваивать и использовать. Это какие-то полезные инструменты, это новый взгляд на то, что мы делаем, новые инновационные подходы, как-то сделать то, что мы делаем, по-другому. И это риски, о которых надо помнить, о которых надо знать и которые нужно уметь минимизировать или каким-то образом обходить. Спасибо большое. Я абсолютно счастлива была услышать вас всех. Великолепные докладчики. Мы, как слушатели, вам бурно аплодируем. А сейчас у нас, конечно, времени осталось немного. Я думаю, что мы можем себе позволить немножечко задержаться. И я объявляю открытую сессию для вопросов, для комментариев, для соображений, для каких-то обсуждений. Прошу вас, подскажите мне, пожалуйста, вот я пока не вижу в чате. Есть вопрос к тяне. Так, давайте, помогите мне. Вот в разделе «Вопросы и ответ» есть вопросы от Светланы Гудилиной. Татьяна, большое спасибо. Поделитесь, пожалуйста, каких специалистов вы приглашаете к разработке игр. Спасибо большое. На самом деле у нас, как бы, мы работаем с программистом. Мы до этого еще использовали услуги геймдизайнера, дизайнера, ну и вот, собственно, я как редактор практически всех текстов. В этот раз уже, например, с геймдизайном я научилась работать сама. В принципе, это оказалось не так сложно. Но, тем не менее, вот сейчас, как бы, редактор и может совмещать функции геймдизайнера. Надо только постараться в этом разобраться. Поэтому, если есть навыки, например, составления текстов, придумывания сюжетов, ходов и так далее, то, в принципе, это все возможно. Ну, единственное, что геймдизайнер, он понимает условия программирования, он понимает, что можно реализовать с помощью программного хода, какие сюжетные ходы, какие нет. То есть он немножко еще включает такое математическое, алгоритмическое мышление. Ну и тогда, в принципе, эту уже работу можно совмещать. Поэтому, считайте, у нас, ну, было четверо, сейчас нас уже трое. Спасибо за ответ. Если кто-то хочет высказаться, вы можете поднять руку, нажать соответствующую кнопочку. В начале нашего вебинара я видела, что была поднятая рука. Если наш участник не передумал, вы можете поднять руку еще раз, а мы подключим вам микрофон, вы зададите вопрос лично. Или пишите вопросы в разделе «Вопросы-ответы». Вот я сейчас вижу вопрос от Варвары Самолкиной. Я хотела бы узнать, существует ли пример реализации программы по обучению медийной информационной грамотности. Например, как выглядят уроки, их наполнение и так далее. Это сразу видно вопрос из Российской Федерации, потому что у нас с опытом реальной интеграции обучения медиаграмотности, особенно на школьном уровне достаточно сложно. Поэтому я думаю, что кто-то из коллег из Казахстана сможет ответить на этот вопрос. Гульнар или Татьяна, кто больше опыт имеет в преподавании, составлении планов уроков? Мы Варвару Самолкину знаем, потому что она выходила на нас, на меня лично. И я, например, дала очень большое интервью, ссылки. Значит, я вам скажу, на теоретическом уровне медиаграмотность для школьников у нас развита прекрасно. Мы создали учебник для школьников для 9-го, 12-го классов, потом переделали его и создали еще учебную программу. Но, к сожалению, практика, я вам совершенно честно скажу, оставляю желать лучшего, потому что в школу мы не можем войти просто так, потому что мы не коммерческая организация, мы не министерство образования. И вот в той учебной программе, которую утвердила Национальная академия образования, медиаграмотность оказалась в соответствии с финансовой грамотностью. Поэтому, что бы я ни говорила, к сожалению, на практике делается только руками энтузиастов. Но мы в это лето проводим тренинг именно для школьных учителей. И если Варвара в тому времени, она защитит уже свой диплом, я знаю, вот если у нее интерес, мы можем пригласить вас виртуально на этот семинар. Спасибо большое. Я думаю, что ответ полон и понятен. Сейчас я смотрю, какие у нас еще есть вопросы. Татьяна, тут вот еще вопрос. Можно я, простите? Да, я буду признательна. Тут вот вопрос от Светланы тоже про дополнительные вопросы, которые буду включать в программу. Я, кстати, Светлане и всем коллегам, Варваре и всем коллегам в чате две ссылки скинул на подборки заданий. Мы делали прекрасные проекты «Медиа-навигатор» и «Медиа-практикум». Может быть, продолжим. Поэтому там есть задания, например, по медиаграмотности, по журналистике, по медиа. А какие вопросы буду включать в учебную программу? Ну вот, мне кажется, Гульнар очень хорошо так системно по поводу образования в сфере искусственного интеллекта все разложила по полочкам. Да, надо объяснять, что в разы увеличиваются риски, и это уже связано не с человеком, ну или не только с человеком. Конечно, от человека все исходит, но генеративный контент он будет вообще просто все заполнять. Поэтому здесь надо быть не то что осторожным в медиасфере, а просто как никогда осторожным. И, конечно, я буду с этого начинать. И примеров у меня будет очень много, конечно, вот этих вот разных вариантов дезинформации уже сейчас начинаю откладывать копилочку. Спасибо за вопрос. Да, спасибо большое. Я хотела бы отметить, что у нас чат открыт теперь для всех участников, и у кого до этого не было доступа в чат, посмотрите, пожалуйста. Сейчас все ссылки, все интересные и полезные материалы доступны для всех участников. Можете скачивать, использоваться, будем только рады. Татьяна, можно мне дополнить чуть-чуть? С удовольствием, конечно. Если кто-либо интересуется действительно грамотностью в искусственном интеллекте, вы можете пройти совершенно бесплатно в школу AI Literacy, которую организовали финны. Вы просто забейте в гугле AI Literacy, и это финская школа, но она на английском языке. Я думаю, ну там достаточно просто, значит, можно понять. Но я хочу сказать, что мне понравился опыт очень серьезный и теоретические работы Китая именно в Гонконгского университета. И там действительно столько много интересного. Там речь идет о грамотности в искусственном интеллекте, начиная со школьников. Например, как понять, что такое алгоритм. На простом примере, что такое алгоритм? Вот как приготовить какое-то блюдо. То есть последовательность операций для достижения каких-то целей. Ну, приготовить пирог, допустим. Вот на таких простых примерах, начиная со второго класса объясняется, что такое алгоритм, допустим. И так далее. Значит, очень интересный опыт, который, к сожалению, нам мало известен, Татьяна. И я думаю, что вот в принципе нам надо подумать о том, чтобы вот этот китайский опыт, а в частности опыт гонконгских университетов, каким-то образом нам изучить и использовать при составлении наших учебных курсов. Да, спасибо большое. Очень хороший, правильный комментарий. Действительно, коллеги из Гонконгского университета, у них и по медийно-информационной грамотности есть интересные наработки, и по смежным, так сказать, тематикам, смежным областям у них есть хорошие материалы. Мы периодически стараемся, вот наш институт в принципе имеет глобальный мандат, мы работаем для всего мира, но мы для себя сформулировали приоритетное наращивание полезного контента на русском языке, чтобы транслировать то знание, которое существует на других языках, на те страны, которые знакомы или пользуются, или говорят на русском языке. Но, к сожалению, эта отрасль так быстро развивается, что пока мы со своими классическими механизмами отбора материала, оценки материала, перевода, редактирования, пока мы вот этот весь свой, с одной стороны правильный, с другой стороны очень долгий путь пройдем, эти материалы очень быстро устаревают. И мы, честно говоря, вот этот вызов для нас, мы еще не нашли хороший ответ, каким образом транслировать новое знание так, чтобы оно не успевало устаревать. Вот мы пока не знаем, если у вас есть какие-то идеи, мы всегда открыты к общению и всегда готовы развивать и наращивать свой инструментарий. Но это очень правильная мысль. У нас пока я не вижу новых вопросов. Мне был вопрос, можно я на него отвечу? Да, послушайте его, пожалуйста. Вопрос был о том, будем ли мы проводить какие-то мероприятия по обучению использования искусственного интеллекта для создания игр. Ну, в принципе, мы можем это сделать, да, у нас есть такой опыт, и у нас сейчас, ну, мы нашей творческой командой, нас целых три человека, мы думаем, как, ну, еще можно будет, вот что, какие дополнительные моменты сделать, поэтому, да, мы можем об этом рассказать, как мы уже используем, как вообще можно использовать искусственный интеллект для создания игр, тем более, что сейчас, в принципе, мини-игры можно делать с помощью искусственного интеллекта, ну, прям мини-игры, такие вот, которые небольшие совсем, ну, для, как это говорят, для тренировки это хорошо, да, то есть мы не становимся чемпионами сразу, да, мы начинаем с малых шагов, но для малых шагов это очень прямо даже хорошо, можем, как только мы подготовим такой тренинг, мы обязательно о нем объявим, мы постараемся это сделать в рамках нашего Дума медиаграмотности, у нас еще есть несколько месяцев, мы постараемся это подготовить. Хорошо, спасибо большое. Можно добавить, да, я хочу сказать, что Татьяна и представитель нашего офиса в Казахстане Белла Уренбетова рассказывали о своем опыте в Сербии, потому что вот балканские страны заинтересовались этой игрой и второй плюс, то, что в Молдове они адаптировали игру на свой язык и сейчас в каждом селе все играют в игру медиа-джунгли и там уже 900 игропрактиков, да, подготовили, то есть это пример достойный подражения. Можно было бы много сказать, но дело в том, что это все создано в рамках нашего проекта медиакамп, в котором мы вот работаем, а этот проект у нас заканчивается 30 сентября, вот, а что будет дальше? Ну, нельзя говорить о планах, знаете, плохая примерка. Ну, хочу сказать, что как раз-таки работа с искусственным интеллектом будет как бы основополагающим содержанием будущего проекта. Ну, планами делиться надо, потому что, видите, к ним большой интерес, поэтому по мере возможности делитесь планами и мы будем стараться информировать наше сообщество о том, какие есть возможности обучения или... В августе об этом можно будет уже говорить открыто, конечно. Да, отлично, спасибо. Гульнара, можно я поделюсь? Конечно, пожалуйста. То, что совсем в ближайшем будущем мы проводим тренинги для преподавателей университетов высших учебных заведений и там очень большой блок как раз-таки посвящен искусственному интеллекту и медиаграмотности. Этот блок планируется онлайн, то есть он будет открытым. Да, Татьяна, мы думаем еще в каком формате, но если есть такой запрос, мы можем отправить потом ссылки для того, чтобы участники могли присутствовать и получить какие-то еще новые дополнительные знания. Может быть, вы в чате напишете адрес сайта, например, где можно будет узнать о том, когда, где это происходит. Ну, я думаю, что... Или каким-то образом подсказать участникам нашего вебинара, где они смогут получить информацию о том, что это мероприятие состоится, что это и возможно надо на нас подписаться в Фейсбуке, если есть такая возможность подписаться. как вариант, например. Либо у нас есть еще Телеграм-канал и Телеграм-канали, мы тоже публикуем всю эту информацию. Я в своей презентации показывала его, еще раз сейчас покажу. Да, в чате мы тоже постоянно публикуем там все наши анонсы. Да, Телеграм-канал был отлично. Все, спасибо, тогда ждем имя вашего Телеграм-канала в чате и я вижу, что есть запрос на подключение к микрофону у Натальи Ивановны. Денис, вы видите этот запрос, можете включить участника? Денис или Эдуард из коллег, кто помогает нам с технической частью? Скажите, пожалуйста. Наталья Ивановна, говорите, подключили вас. Добрый день, ваши коллеги. Добрый день, ваши коллеги. Сердечно благодарю. Это Наталья Ивановна Гендина, прошу прощения. Я-то вижу только Наталья Ивановна. Как приятно, да. Мы абсолютно счастливы видеть вас здесь. Да, если еще камера откроется. У нас нет прав на камеру, поэтому я поспешу потратить время рационально. Во-первых, спасибо за блестящий семинар, вебинар, за рост интеллектуального общения. Спасибо огромное. Но я хотела бы, во-первых, задать один вопрос провокационный, специально, чтобы инициировать мысль, и одну небольшую справку. Мы говорили об опасностях искусственного интеллекта. Это опасность чрезвычайная. Но нет ли у вас такого вопроса, мои дорогие коллеги? Может быть, нам не только бояться за риски искусственного интеллекта, а еще и развивать естественный? Как развивать естественный интеллект для того, чтобы, так сказать, противостоять всем рискам и вызовам? Мне кажется, это очень важное направление, как вузовский педагог и как экспериментатор, который много лет провел в библиотеках и в школьных, и, так сказать, в классах школьных вместе со своим соавтором. Я думаю, что это очень важно. И я хочу небольшую справку. Здесь прозвучал вопрос о том, что мы испытываем дефицит в учебно-методической литературе в области медийно-информационной грамотности. Я хочу сказать, что в России под именем информационная культура издана Русская школьная библиотечная ассоциация. У меня нет камеры, я не могу вам показать. Учебные пособия, комплексы с первого по старшие классы. Расписаны полные тексты уроков плюс электронные презентации. И это сделано на основе программы ЮНЕСКО. То есть был дополнен вот все, что дала программа ЮНЕСКО для педагогов по медийно-информационной грамотности. Мы с моим соавтором Еленой Косолаповой сплавили вот этот медиа-контент в содержание всех уроков. И у нас огромный проект в Узбекистане, хочу похвалиться. Ну, буквально в мае мы встречаемся в Бухаре, всех зовут туда, в Центральную Азию, где будем докладывать об итогах этого проекта. И представительство ЮНЕСКО в Ташкенте очень много нам здесь помогает. Интереснейший проект. Наш материал переведен на узбекский язык. Адаптирован. Мы еще решаем проблему адаптации. Как сделать родным этот контент, чтобы он не был чужеродным узбекским школьником. Поэтому опора на культуру, истории, традиции в контенте. Вот это очень важный момент. И, конечно, все то, что, вы говорили, совершенно справедливо, но чтобы бежать и не опаздывать, мне кажется, все-таки мы должны стоять на верности традициям вот этого качественного контента, учета широкого культурного контента обязательно. Без этого, мне кажется, все наши разговоры о том, чтобы успеть противостоять искусственному интеллекту, не будут, если не будем развивать личность, естественный интеллект и опираться на культуру. Благодарю вас, дорогие коллеги. Спасибо большое, Наталья Ивановна. Спасибо. Можно я отвечу? Наталья Ивановна, очень приятно, что вы вот, мы как-то встретились хотя бы виртуально. Ваши труды нам очень хорошо известны, мы даже знаем вашего компаньона, Веронику Ахмедову, которая работает в правительстве Узбекистана, и это очень большое достижение, мы знаем, что фишкой Узбекистана является развитие медиограмотности через школьные библиотеки. Хочу вам сказать, что мы тоже занимаемся активным участием библиотек в продвижении медиограмотности, и один из домов медиограмотности как раз-таки создан на основе областной универсальной библиотеки в Кустанае Дариха Десибаева. Речь шла о дефиците литературы не по медийно-информационной грамотности для школьников. Все, что на русском языке у нас имеется, речь шла о дефиците источников о медиограмотности в области искусственного интеллекта. Спасибо вам большое. Очень рада, что мы хоть виртуально с вами встретились. Спасибо. Спасибо большое. Да, я хотела бы аттестовать для всех участников Натальи Ивановны Гензина более 20 лет. Это то, что я вижу. Возможно, и раньше. Более 20 лет Наталья Ивановна сотрудничает с различными организациями под эгидой ЮНЕСКО и в Российской Федерации в Кемеровской области и за ее пределами активно развивает подход по формированию информационной культуры, в рамках которого такие новые виды грамотности, как медийно-инфункционная грамотность, отчасти цифровая грамотность, они рассматриваются в таком широком социокультурном контексте, и это такой самостоятельный, очень интересный подход. И я хотела бы попросить Наталью Ивановну дать в чате ссылки на те издания, те программы, о которых она упоминала, это действительно очень полезный, очень интересный опыт. И, конечно, мы стараемся не забывать о развитии естественного интеллекта, не только увлекаемся наработками, связанными с искусственным интеллектом. Спасибо большое, я думаю, что уже намечается перспектива организации следующего вебинара, у нас затронуты большое количество тем затронуто, у нас есть спикеры, которых можно пригласить, рассказать, как обстоят дела дальше, и есть спикеры, которых мы не пригласили еще на этот вебинар, а они могли бы рассказать нам очень много всего интересного. если больше нет вопросов, вот я пока не вижу, помогите коллеги, кто-нибудь видит, есть у нас еще вопросы? Нет, я больше не вижу вопросов. Пока нет, да, вот Варвара пишет, что она могла бы поделиться результатами исследования, у нас есть очень интересные серьезные планы на следующий вебинар. Спасибо большое, дорогие коллеги, дорогие участники, спасибо, что вы были с нами, у нас прям отличные слушатели, которые практически никто не ушел. Это удивительно для онлайн мероприятий, потому что мы все занятые люди, онлайн формат довольно утомителен, но наше все прям ядро участников все было с нами на протяжении всего этого обсуждения. Спасибо большое за вашу работу, спасибо за то, как интересно вы об этом всем рассказали. Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании и программа ЮНЕСКО информация для всех очень вам признательна и берет на себя обязательство продолжать наши встречи, совместные проекты и мероприятия. Спасибо всем большое и до новых встреч. Редактор субтитров Корректор А. Продолжение следует...